приветствую вас дамы и господа с вами варчик в этом видео расскажу вам про очередной прим танк из новогодних контейнеров это немецкая птшка 8 уровня премиумная яхтигер прототип лично для меня наверное это прим танк который меньше всего зашел но при этом результативность на нем у меня такая же как на остальных танках из новогодних контейнеров вроде как результат такой же но процесс которым ты набиваешь этот результат он не простой я бы сказал что этот точек сложный во первых он очень большой пробивается не сложно если видно корпус также он еще очень медленный несомненно плюсы танка это то что у него очень много очков прочности 1600 и броня в рубке какая-никакая есть тоже еще орудие неплохое хорошая точность 035 дпм 2262 246 пробития ббшкой 311 под калибром 65 фугасом это конечно приводит тому что на танке очень сложно играть на нем очень легко слиться очень легко допустить ошибку но если запотеть в принципе на нем результат набить можно все-таки хп у нас много дп можно разогнать до 3000 точность сведения хорошие пробития и альфа тоже пока мы сливаем свои 1600 хп в принципе свои 3000 можно набивать каждый бой но если допускаешь ошибку то просто отправляешься сразу в ангар да и все давайте сначала посмотрим броню хоть у нас и нлд тоньше чем в лд но за счет того что наклон в нлд лучше получается что в нлд приведенки больше чем в лд но при этом при всем что нлд что в лд имеет посредственную броню как для восьмого уровня поскольку большинство ббшек будут пробивать да если играть через рельеф то в лд получит больше приведенки и перестанет пробиваться но никто не отменял специальные снаряды никто не отменял девятки и десятки которым вообще все равно где там ваша приведенка поскольку там пробития уже будет побольше а если еще и девятки и десятки будут стрелять голдой то эта тушка огромная будет чисто подушкой для битья также здесь еще и присутствуют надгусеничные полки это те самые которые я ненавижу надгусеничные полки немецкие поскольку мало того что они есть они большие и танк очень часто вдоль гусеницы пробивается они еще и не параллельно земле они немножко наклонены так что соперник всегда их видит на переднем катке надгусеничная полка начинается выше чем на заднем за счет чего она всегда открыта к врагам а если вы еще и через рельеф играете и соперники снизу вверх на вас смотрят там вообще просто вдоль всего борта огромная дырка также еще трансмиссия находится спереди и двигатель в нлд очень часто ломается да можно поставить экспериментальную закалку это добавит хп трансмиссии но рано или поздно она все равно сломается я играл без экспериментальной закалки ремки хватало для того чтобы время от времени ее чинить не было такого чтобы я ездил на сломанном двигателе также двигатель есть у нас еще сзади если мы будем подставлять корму то танк еще и будет успешно гореть и наши 1600 хп для врага будут невероятным подарком в общем и целом танк выглядит грозным большим монструозным но по сути пробивается в принципе не сложно да если мы попадем в топ то какие-нибудь шестерки или семерки некоторые могут иметь трудности с пробитием этого танка поскольку никаких там лючков или явных уязвимых зон в принципе нет здесь все зависит от того против кого мы играем если у соперника пробитие большое то для нас шансов танкануть немного поскольку даже в рубке у нас броня 250 миллиметров а это пробитие пт-8 бэбэшкой самое крепкое место у нас в рубке эта маска она реально танкует все и даже десятки со своими специальными снарядами позавидуют такой маски она реально большая но никто не отменял целится мимо нее в щеке где 250 миллиметров и это будет пробиваться несложно также очень тяжело играть через рельефы на таком большом танке с увенами семь с половиной градусов к этим рельефом нужно еще доехать у нас удельная мощность 9 максимальная скорость 38 вперед 12 назад мало того что для восьмерок девяток и десяток у нас слабенькая броня так еще и подвижность у нас просто ужасная да с горки мы разгоняемся максималка все-таки есть но если мы начинаем на горку ехать то это вообще ужас но у нас есть типа плюс 1600 хп эти 1600 нам понадобится для того чтобы получать по лицу и не сразу отправляться в ангар честно скажу танчик очень сложный мне на нем было играть тяжелее всего но в принципе это возможно набивать на нем результат такой же как на остальных танках из новогодних коробок единственное что насколько вы подготовлены к этому процессу к этому геймплею и насколько вы умеете реализовывать такие пт сложные без башни большие медленные для кого-то это пт-шка может показаться наверное одну из худших из контейнеров кто-то просто понимает как на ней играть отыграет но особо кайфа не получит ну возможно есть некоторые танкисты которым это танчик очень сильно понравится здесь уже на вкус и цвет все пт-шки разные я же просто реализовал этот танк набил свой результат это было нелегко в принципе на этом танке играть можно но вот что меня немножко смущает это то что допустим вот у тяжелых танков во лбу башни броня там доходит до 300 миллиметров а у этой пт-шки 250 в рубке да у нее нет лючка визуально там какая-то нашлепочка сверху есть но на нее даже мышка не навестись видимо просто для красоты с одной стороны у нас нет лючка с другой стороны у нас есть type 63 у которого тоже лючков нет но броня там потолще в башне и тот же самый type 63 на специальных снарядах с пробитием 290 кумулем разбирает эту пантеру прототип в рубку только так это лакомый кусок который от башни убивается вообще легко специальными снарядами я прототип пробивает type 63 в лоб башни нестабильно но пробивает но если type 63 залезет куда-то на горку то все а мы на своей медленной большой пт-шки далеко не всегда успеваем занять какие-то выгодные позиции и приходится играть там где есть в этом вся и трудность с малейма как-то в бою успеть и устроиться на хорошее место угадали мы с направлением с такой скоростью или нет что касаемо оборудования досылатель закалка турбина наверное самый ходовой набор оборудования на этот танк там дальше можете уже сами заменять что вам нравится можете вентиль поменять можете у мп поставить но самый ходовой набор будет турбина закалка досылатель что касаемо полевой модернизации сохранение набранной скорости улучшение точности увеличение обзора все по стандарту самое обидное что у этого танка корпус один в один как у я и 88 которая является льготной и даже на ней тяжело танкуется а на этом так тем более поскольку этот танк не льготный единственное отличие это то что здесь пушка мощнее больше жестче с пробитием и альфой вот в принципе все отличие то есть это просто льготная 88 просто с другой пушкой но также у нас еще и хп побольше но всего лишь на 100 хп у нас больше то есть вот эти вот 100 хп и другая пушка позволяют нам быть нелеготными попадать к десяткам стоит это того или нет решайте сами мой вывод по танку следующий он не простой он сложный но вполне себе реализуемый и играбельный возможно своих любителей найдет об этом можете написать в комментариях как вам этот танчик зашел или нет в некоторых боях мне было очень легко играть когда едешь просто всех раскидываешь направо и налево особенно в топе но были конечно и сложные бои где просто даже не подлезть никуда но в целом играть можно сам был варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока